Бурные, бурные аплодисменты! Ключ от школы! Наша задача, самое главное, теперь наполнить ее содержанием и показать, что мы достойны, что мы можем, что мы все это сделаем, что мы преодолеем, что мы будем лучшими и выйдем на первые позиции. Трехэтажное здание школы может вместить 400 учеников. Рядом красуется новый двухэтажный детский сад на 60 мест. Давным-давно этот район нуждался и в новой школе, и в детском садике. Но школа будет не только школа. Это будет и спортивный центр, это будет и культурный центр для всего севера нашего Лазаревского района. И здесь будут заниматься не только спортом дети, но и взрослые. Свой подарок 1 сентября получили и жители поселка Головинка. 78-я школа открыла свои двери после капитального ремонта. Строителям потребовалось чуть больше месяца, чтобы привести в порядок фасад, классы, спортзал, санитарные комнаты и коридоры. Была в плачевном состоянии, Анатолий Николаевич принял решение, надо выделять муниципальные деньги, не ждать ниоткуда помощи, а самим справляться с этим. Депутаты выделили на сессии деньги, поддержали главу города. 15 миллионов рублей – такова была первоначальная стоимость муниципального контракта. Но ремонт обошелся дешевле и на сэкономленные средства учащиеся и педагоги получили дополнительный подарок – новую мебель. На этом городские власти останавливаться не намерены. Вопрос с нехваткой мест за партами, как отмечают в мэрии, частично будет решаться уже в новом году. Новые школы построят в Амеретинской низменности на 1100 мест, в Красной Поляне на 400 и микрорайоне Мамайка на 800. Всего же до 2025-го в Сочи планируется построить 20 новых общеобразовательных учреждений.